Возьмем две одинаковые тележки. Приведем тележки в движение навстречу друг другу с одинаковыми скоростями. После соударения они разъедутся тоже с одинаковыми скоростями и остановятся на одинаковых расстояниях от места назначения. Теперь изменим условия опыта. Возьмем упругую пластину, согнем ее и свяжем нитью. Плотно приставим две тележки к этой пластине и перережем нить. Пластина резко выпрямится и тележки начнут двигаться. Можно заметить, что двигаться они будут с одинаковыми скоростями v, одинаково будут тормозить и одновременно остановятся, пройдя равные пути. Таким образом, если тележки одинаковы, то в результате взаимодействия скорости их изменяются тоже одинаково. Вернемся к опыту с тележками и несколько изменим его, положив на одну из них груз. Теперь после взаимодействия тележки будут вести себя по-разному. После пережигания нити нагруженная тележка приобретет меньшую скорость и остановится быстрее, чем нагруженная. Это происходит потому, что тележки обладают разными массами. Тележка, которая двигалась быстрее, обладает меньшей массой, чем тележка, которая двигалась медленнее и имела большую массу. Что же характеризует масса тела? Какое его свойство? Чтобы ответить на этот вопрос, проделаем еще один опыт. Возьмем два одинаковых по объему шарика, один металлический, другой шарик от пинг-понга. Одновременно приведем их в движение с одинаковым усилием. Оба шарика начнут двигаться, но легкий шарик придет в движение очень быстро, а тяжелый гораздо медленнее. Значит тела обладают некоторым свойством, характеризующим их способность по-разному изменять скорость с течением времени. Это свойство тел называют инертностью. Масса есть мера инертности тела.